здравствуйте друзья это она по сегодня 25 июня 2022 года я возвращаюсь с храма решил на маленькую камеру снять небольшой сюжет вот океанариум преобразился немножко они сделали другой дизайн превратили его в черную жемчужину и такие бойницы и пушки из них торчат якорь но и веселый роджер на дверях ну льву подбили глаз и я сейчас двигаюсь в сторону улицы горького здесь спит какой-то товарищ ну это такая картинка в общем-то привычная в анапе никто их не тревожит а там вот бывший макдональдс бывший макдональдс его только-только открыли и долго он не проработал тут готовят экран аппаратуру привезли различную монтируют и я вышел на улицу горького летняя эстрада там какие-то значит будут лепс будет 7 июля потом кто еще знакомый ария 29 июня 30 июня юрий куклачев винокур неизменный 26 июня еще была яков кедми сюда приезжает с лекции но не знаю чем нам расскажет детей организовано повели на море правда я не знаю как там обстановка на море есть ли шторм но там она зеленеет но другие блогеры расскажут работают фонтаны сегодня обещали залповые ливни и с утра немножечко там так покапало когда я пошел в храм но сейчас тучки вроде бы собираются и мне надо до дождя домой попасть смотрю сейчас на время 10 30 и зачем я это посмотрел потому что вот улица гребенская и там ну буквально еще там несколько минут ходьбы и вход на центральный пляж я сейчас пошел домой интересно сколько до этого места сколько так скажем от моего дома до центрального пляжа хочу за сеть 1 капли дождя упали ну я вот пока через рынок и дом я выхожу на крымскую потому что там в случае залпового ливня есть куда спрятаться там много магазинов по правой стороне так что а ведь им асфальт уже мокрый продолжаю идти по крымской вот уже к пятой школе подхожу вот она там виднеется а вот помните я рассказывал что здесь открылся этот какой-то там грилл и теперь уже все сдается в аренду орлы которые были на этих столбах благополучно украдены они мне так нравились тут вообще торговля очень плохо развивается почему потому что эта парковка она отнимает у людей во-первых пространство где можно было там сделать какие-то выносные столики просто зону какой-то отдыха цветники вот а во-вторых она отнимает у них место для ходьбы тротуар очень узкий и еще здесь ну вообще неприятно ходить потому что рядом с машинами человек себя чувствует не очень комфортно вот но дождик вроде бы не расходится вот это место тоже очень много такого пустого пространства раньше хоть травка зеленая росла сейчас все облысела вот и широкие газоны это тоже не очень хорошо газоны должны работать или уж это газон за ним ухаживают и на нем можно сидеть лежать и вообще он должен радовать глаз а если уж такой вот где наполовину все с грязью смешано такой газон нам не нужен ну вот стела анапа я уже подхожу к дому сейчас будем проверять сколько времени я затратил от центрального пляжа до жилищного комплекса тургеневский квартал чтобы сократить пуль путь я иду по детскому переулку и сейчас сразу на шевченко попадаю это детский переулок такой видите трава желтая на газонах и только кошки тестья чувствует хорошо вот видите и детский переулок 6 тут надо немножечко так в сторонку пройти чтобы попасть на продолжение этого детского переулка вот он там продолжается вот где голубой голубой домик вернее голубая стена вот он детский переулок 10 а тут уже шевченко 282 там снова детский 14 ну вот так вот в разнобой у нас и кстати вот этот зеленый домик покрашенный 1959 года постройки тут пешеходный переход и сразу же попадаем практически во двор нашего жека вот он нас наш жека уже и сейчас я ключиком электронным открою дверь и попаду на территорию здесь никого нет на площадке тоже киска ходит и сейчас можно уже вот наш дом второй корпус это третий дом где кстати сдается квартира которую я постоянно продвигаю здравствуйте друзья и я жду гостей вот в этой прекрасной квартире которую вы тоже можете арендовать я специально не зажигаю свет потому что вот именно в таком освещении это еще романтичней приезжайте друзья отдыхайте и сейчас можно смотреть уже сколько же я затратил времени сейчас посмотрим ну вот 10 51 10 10 51 то есть получается я затратил ровно 20 минут вот тебе и анапа а я пишу что отсюда вот до фатини до анапки 25 минут можно смело писать что ну там я в гребенскую как бы с гребенской от отеля альбатрос снимал поэтому в принципе если еще прикинуть там на минутки две три получается то же самое время тоже 25 минут но до именно до центрального пляжа так что равносильно что через детский парк что через город то есть могут отдыхающие спокойно отсюда доходить даже до центрального пляжа но я пришел домой все кому понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал залповый ливень меня не достал а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok